Понятие «встреча» довольно-таки абстрактное. Что значит «встреча»? Встреча с конкретным человеком нет. Поскольку я считаю, что каждая минута, проведенная со знакомым, малознакомым человеком, или же просто посвященная одиночеству и тишине, она наталкивает нас на какие-то конкретные чувства. И вот как раз-таки эти самые чувства являются основой для самовыражения писателя, поэта, художника и любого творческого человека в принципе. Поэтому начать я хочу со встречи, с, пожалуй, самой важной встречи для каждого творческого человека, это со встречи с вдохновением. По крайней мере, вот как это было у меня, да, мои деталичные ощущения. На утро солнце полонило мою комнату. Слепящий луч путеводитель за руку ангела дал, робкого, бездомного, даруя столь желанного обидеть. И все вокруг как будто бы зажглось, и все вокруг достойного хищения. Дохнуло нежностью и ласковым теплом. Так в гости заглянуло вдохновение, А за окном переливалась радуга. Мне словно кто-то сделал одолжение, И о чему-то вспомнилось Ахматова. А после взбалмошность души Есенина. Впервые захотелось просто жить, Тонуть пушистых облаков в зефире. И в этот день невидимая нить Меня связала с безмятежным умером. Как-то так. Конечно же, каждое событие этой жизни Рождает в нашей голове уйму мыслей, С которыми порой очень трудно, Но так необходимо совладать. И вот следующее стихотворение как раз-таки об этом. Небо сверху взирает угрюмо, Устрашает тучами черными. Мои грешные томные думы Разлетелись в испуге воронами. Проводилось скучающим взором, Отдалось навсегда тишине. Мои мысли покинули горы, Растворившись в седой вышине, С каждым взмахом, В порыве неистовом. Оставляю горы, Недавние немного приблизились к тюрьме, И почти что настигли правду. И я для стая родная частица. Нерушимым союзом сполоченным Вдаль уносятся темные птицы. И я за ней вдогонку воронюсь. Ну и конечно же для каждого присутствующего Важна встреча с самим собой. И эта встреча в какой-либо период жизни происходит. У меня произошла. И в этот момент очень важно По-настоящему прочувствовать свое состояние. Вот у меня был такой курьер. Я гуляла по граду отчаяния, Ненадежным, до ветхий карниз. Но беду оступилась нечаянно, Полетела стремительно вниз. Замер дух. Дрожь осыпала тело, И сковала внутри безысходность. Через время сама захотела Насладиться полетом свободным. Я зажмурилась в темное царство. И пропали гулкие звуки. Вот покой долгожданное лекарство Вдохновенно раскинуло руки. Позабыла, что значит жизнь. Отдаваясь в объятие отчаянию, Я летела стремительно вниз. Отрешилась отчастью нечаянно.